От сестер? От сестер. Так, что тут у нас? Ага. Если кто-нибудь... Еще написал, это как с выкрутасами. Вот современные люди. S.U.M. и рядышком однерка. Если кто-нибудь находится под влиянием Джина, вы можете посоветовать, как себя вести с таким человеком? К кому за помощью обращаться? Спрашивайте местных имамов. Я не из Южной Африки. Я не местный. Если в Британии меня кто спросит, то посоветуй пару человек. И это будут всего один-два человека во всей Англии. Если кто-то спросит меня о какой-то стране, и, например, ученый кого-то рекомендует конкретно в этой стране, посоветовал бы, а вы? Идите к местным ученым. Вот лучший способ, как получить правильную рекомендацию имама. Надо спрашивать людей, которые уже ходили к нему, к этому имаму. То же самое, если в хадж летите. Многие не знают, как задавать вопрос. Спрашивайте правильно. Люди спрашивают, что лучше всего взять с собой в хадж. Или с какой группой лучше всего лететь. Вы не о том спрашиваете. Пообщайтесь с теми, кто уже летал. С ними поговорите, мол, как ты слетал. Вот они пусть тебе и расскажут. Если они рекомендуют какого-то оператора, спроси, с какой группой ходил. После него еще поговори, с несколькими. И вот кого чаще всего люди упоминают, хорошо отзываясь о нем, вот, с ними и лети. То же самое с джиннами и так далее. Меня не спрашивайте. Спрашивайте отзывы у тех, кто к кому-то сходил. А лучше всего спрашивать, конечно же, у ученых. У местных имамов спрашивайте. В местной мечети у имама спросите, что мне делать? К кому мне обратиться? Может быть они свяжутся с другим, а те еще с другим. И надо смотреть, кто искренний, кто нет. Вот так это и делается. Так, вы что-то хотели спросить, да? Ага, спасибо. Значит вопрос такой. Что я могу сказать по поводу того, когда берут, читают молитвы и иногда помещают листочки с ними в определенное место? Или человек с собой носит сверток этот? Или под пол кладут? Тут смотрите. Коран – это священная книга. Коран священен со всех сторон, да. Но мы с вами должны быть убеждены, что посредством Корана и дуа помогает кто? Аллах. Исцеляет только Аллах. Нельзя верить, что что-то может исцелить без Аллаха. Колдуна послал кто-то? Кто-то походу к колдуну побежал. Что тут такое, джинн что ли пришел? Зейд, смотри аккуратней, студию береги. Ребята, знайте, я не с ними. Я не с ними. Шучу, конечно. Ну, в общем. Коран, конечно же, священен. Это понятно. Но, читая его для исцеления, ты также должен верить, должен быть твердо убежденным в том, что написано в священном Коране. Только Всевышний Всемогущий Аллах может исцелить. И когда мы читаем Коран или дуа какие-то, мы к Аллаху обращаемся, чтобы Он нас исцелил. Когда Коран лечит нас, это происходит только по воле Аллаха. Потому что Коран — это записанное на бумаге речь самого Аллаха. В этом сила Корана. Насчет амулетов и заятов Корана нет единого мнения. Некоторые ученые это дозволяют. Но я не должен верить, что вот эти свертки мне помогают. Не обманывайтесь. Нельзя верить в то, что бумага с аятами исцеляет. Бумага тебя не вылечит. И надписи аятов на стенах тоже не исцеляют тебя. Только Аллах лечит тебя. Это надо понимать. И некоторые ученые говорят, что такие амулеты запретны. Почему они так говорят? А некоторые ученые говорят, что такие амулеты халяль. Почему они так говорят? Те ученые, которые считают амулеты харам, считают так потому, что люди могут начать верить, что их лечит амулет. Кусок бумаги с аятами из Корана. А другие ученые говорят, что можно использовать амулеты при условии, что человек верит, что только Аллах может вылечить, а в качестве средства исцеления, не источника, а именно средства, он привязывает аяты. Кто-то говорит, что это многобожие. Но здесь все зависит от того, во что человек верит. Если человек верит, что амулет его лечит, в таком случае, да, это действительно будет многобожием. Сомнений нет в этом. Вы должны быть убежденными, что лечит Аллах. И ученые, которые сказали, что амулеты халяль, сказали так потому, что изучая жизнь сподвижников пророка, они нашли такую информацию. В сборнике имама Ахмада, да помилует его Аллах, говорится о том, что раза два-три было такое, что они писали аяты и давали человеку, чтобы он их носил на себе. Передается, что Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, тоже так делал. Там у одной женщины была проблема, связанная с беременностью. И говорится, что ибн Аббас написал ей аяты. То есть эти вещи делали сподвижники пророка, да будет доволен Аллах ими всеми. Те, кто придерживаются мнения, что это запрещено, это ваше право. Те, кто придерживаются мнения, что это запрещено, это ваше право. Просто не испортите свою веру. Верить вы должны в то, что Аллах и только Аллах лечит вас. А все эти листочки, это только средства. Как я вам уже говорил, лучше всего будет, если вы сами себе будете читать Коран. Коран универсальное средство от любых проблем.